Ну и на пятом месте расположилась такая ошибка, как много бликов на картине. Я часто вижу в картинах новичков кучу бликов, то есть на носу блик поставили, на волосах, на глазе. Ну это же так красиво выглядит. На самом деле нет, блики это не просто какая-то часть картин, которая должна ее украшать. Это законы физики, они не должны подчиняться вашему видению, мнению вашему, они должны подчиняться только законам физики. Поэтому если вы не будете их соблюдать, то тогда глаз сам поймет, что что-то здесь не так, и поэтому картина будет смотреться более неестественно. И помните, что если будет какой-нибудь один блик, который ярко выкрашен, то тогда это будет смотреться красиво и гармонично, потому что он будет со всеми контрастировать и будет выделяться со всей картин. А если будет много бликов, то это будет выглядеть как просто какая-то мазня. Поэтому не нужно делать много бликов, нужно делать все равномерно и все по законам физики. Ну и на четвертом месте расположилась вот такая вот ошибка, что новички постоянно как-то используют много цветов. И получается такая картина очень такая контрастная. Не то что контрастная, но много очень цветов, и они не могут гармонично сочетаться. Потому что все цвета, ну представьте, они же не могут все сочетаться. Я вам советую использовать три каких-нибудь основных цвета. В каких-нибудь должны быть два соседних цвета в цветовом круге, и один им противоположный, чтобы он с ними контрастировал. И в каких-то местах были такие яркие, красивые места контраста. А если у вас будет просто очень много каких-то цветов, то это как-то будет смотреться все намешанно, какая-то каша получится. И будет это смотреться некрасиво. Ну и на третьем месте расположилась такая ошибка, которую очень часто совершают новички. Прям очень-очень часто. Но все-таки всякая ошибка, которую я скажу в следующий раз, будет, конечно, более совершаемая. Ну вот, эта ошибка заключается в том, что новички начинают рисовать с каких-то мелких деталей. Начинают их детализировать как-то красиво. Начинают, короче, с мелких деталей. Но так делать неправильно. Нужно начинать всегда с каких-то основных пятен, контуров. Чтобы, когда ты закончил эти контуры, у тебя картина смотрелась гармонично. А то, если ты будешь начинать с деталей, то потом все остальные контуры получатся как попало. Глаз получится хорошо, но остальное все получится как попало. И неизвестно, будет это хорошо или нет. Всегда это не будет от тебя зависеть. От зависит того, как ты расположил глаз. Но это подгадать очень сложно. Все, что невозможно. А если мы начнем рисовать с основных деталей, то получится у нас гармоничная и красивая картина. И есть такая очень хорошая поговорка, что нужно рисовать не детали, а деталями. Ну и на втором месте ошибка такая, очень похожая на ошибку и с третьего места. Эта ошибка заключается в том, что нужно рисовать всю картину постепенно. Чтобы она получилась, так сказать, в одном стиле. А то, если мы будем рисовать сначала какой-нибудь глазик, потом руку, то они все получатся как-то... Один глазик вот так нарисован, рука как-то по-другому нарисован. Должна быть какая-то одна стилистика. Если мы будем рисовать как-то все по отдельности, то все получится как-то намешанно и непропорционально. А мы все будем делать равномерно. Каждый раз, когда мы будем все это делать, то мы будем специально подравнивать все это. А если мы будем делать все как-то по одному, то потом подкорректировать что-то будет очень сложно. Поэтому всегда старайтесь рисовать все постепенно, доходя до мелких деталей и очень маленькой детализации. Ну и на первом месте ошибка, которую совершают все новички. Из-за этого у их рисования подвергается гигантской опасности. Только те, кто исправит эту ошибку, смогут достичь хороших успехов в рисовании. Эта ошибка самая важная и самая главная. И не исправь ее, не получится ничего. Поэтому поскорее исправляйтесь. Так ошибка заключается в том, что большинство новичков не подписаны на этот канал. Ведь только на этом канале выходит качественный контент по рисованию. Здесь можно научиться всем фишкам рисования. И научиться рисовать лучше всех. Как минимум у вас в классе или среди ваших знакомых. Поэтому поскорее подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и ставьте лайки на это видео. Ведь тогда ваш скилл рисования поднимется просто до немец. Ну, а с вами был Ардзен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok